сегодня мы поговорим о том какое отношение английская королевская семья имеет к династии романовых и почему родственники не спасли николая второго и его жену александру федоровну а ближайших родственников у них было очень много вот смотрите мы даже нарисовали карту из всех этих королей и принцев есть один очень близкий родственник который наверняка мог и даже должен был спасти романовых это английский король георг пятый он двоюродный брат и николая второго и его жены александры и сейчас я вам все расскажу при помощи нашей волшебной карты европейского королевского метро александра федоровна вообще не должна была остановиться российской императрицей я хочу быть королевой у ее бабушки были совсем другие планы а бабушка у нас была английская королева виктория ее внучка алекс так в детстве звали александру федоровну воспитывалась в англии с шести лет после того как умерла от дифтерии мама когда внучки королеву виктории исполнилось 16 королева решила что алекс может стать хозяйкой всей британской империи и начала ее готовить к тому чтобы она стала ее преемницей зачем ей нужна была преемница у королевы виктории был сын эдвард принц уэльский как и у нынешней королевы сын принц чарльз он тоже был уже не очень молод к тому моменту эдварду было 48 лет он в общем мог не дожить до смерти матери потому что 70-летняя королева виктория совсем не собиралась освобождать трон и нужно было просчитать на несколько шагов вперед наследником эдварда был его сын альберт виктор и к этому внуку викторию было очень много времени принц был совершенно не способен к учебе он плохо читал и писал был очень плохой характер но больше всего бабушку возмущало то что он ведет разгульную жизнь что такое разгульная жизнь вы сейчас поймете в общем чтобы держать его под контролем виктория решила подыскать ему нормальную жену с сильным характером которая могла бы держать мужа в ежовых рукавицах и на такую роль идеально подходила ее любимая внучка алекс и в общем альберт виктор по настоянию королевы виктории сделал алекс предложение ну как раз в этот момент в лондоне случился невероятный скандал лондонская полиция накрыла мужской бордель который находился на кливленд стрит и одна британская газета не осмелилась упомянуть имя принца как самого известного клиента этого публичного дома но американская нью-йорк таймс осмелилась она прямо написала что в деле замешан принц альберт виктор газета назвала его маленьким извращенцем которого нельзя допускать до британского трона кстати на тот момент гомосексуальность британской империи было уголовным преступлением за это давали два года тюрьмы и оскар уайлд именно за это будет приговорен к тюремному заключению правда через шесть лет в россии с этим в тот момент было намного проще традиционные ценности еще не придумали и за однополый секс в тюрьму не сажали кстати через несколько десятилетий британские ученые то есть британские историки выдвинуть еще одну гипотезу будто бы этот самый принц альберт виктор мог быть знаменитым джеком-потрошителем но после скандала принц уехал в индию а сама алекс отправилась навещать старшую сестру элбу она жила в россии была в москве замужем за великим князем сергей младшим братом императора александра третьего и как раз тем летом 17-летняя алекс встретилась с ники наследником российского престола между ними завязался скромный платонический роман родителям царевича александр третьему и императрице марии федоровне принцесса сразу не понравилось и когда через год вернулась в россию еще раз в гости к сестре опять же даже не пустили ко двору и не дали ей увидеться с ники тем временем альберт виктор сделал предложение другой принцессе марии текской жениться он не успел потому что умер зато принцесса мария успела сразу после смерти жениха выйти замуж за его младшего брата джорджа будущего английского короля георга это тот самый георг 5 который в семнадцатом году не спас свою двоюродную сестру алекс почему тут он обиделся из-за того что она отказала его старшему брату может быть ревновал потому что именно она алекс была любимой внучкой его бабушки королева виктории в общем георг пятый свою сестру алекс не любил это точно особенно его раздражали слухи о распутине георг считал что своими отношениями с ним российская императрица позорит всю семью но кроме двоюродной сестры у георга пятого ведь был еще двоюродный брат и это сам николай второй они вот были похожи вот так вот они были похожи потому что мама георга была датская принцесса александра а мама николая была датская же принцесса дагмар ставшая потом императрисой марии федоровны и были сестрами и они очень дружили кстати после революции когда мария федоровна жила в крыму в 1919 году племянник и сестра прислали таки за корабль английский линкор мальборо который и увез за границу всех оставшихся в живых членов династии романовых в том числе марии федоров а вот николая второго георг пятый не стал спасать и даже в семнадцатом году отозвал свое приглашение в англию для него и для жены почему он конечно очень сильно опасался революции в лондоне российская царская семья была страшно не популярна в англии особенно императрица король думал что если его двоюродный брат и двоюродная сестра приедут в лондон это может спровоцировать восстание и будет все как в россии революция штурм букингемского но в общем его можно было понять почти все остальные монархии которые существовали в тот момент европе действительно рухнули в течение пары лет после революции в россии такие же революции случились в австрии германия в турции зато в англии монархия существует до сих пор и вот на нашей карте вы можете посмотреть с кем приходится члены сегодняшней английской королевской семьи романова тут еще можно отыскать нынешнего короля норвегии нынешнюю королеву дании ну и также выяснить в каких отношениях например муж королевы елизаветы второй и убийца распутина великий князь дмитрий палыч подсказка они двоюродные братья то есть английскую королеву елизавету вторую от распутина отделяют всего два рукопожатия словом читайте изучайте ставьте лайк подписывайтесь на наш канал ну а